В этом зале прозвучит программа Шекунтала. Правильно я говорю? Правильно. Наши гости подтверждают. Наши гости. Это Роман Столлер. Доброе утро. Доброе. Александра Казанцева. Здравствуйте. И, собственно, Денис Казанцев. Доброе утро. Денис у нас уже был. Денис везде, во всех проектах. Еще и в рекламе постоянно. Ну ладно. Зачем ты сейчас скрываешь? Я же не сказал, какой рекламе. Я сказал, просто в рекламе. Ну что, ну... Мы очень рады за вас, за ваш проект. Тем более, что там будет очень много участников. Не только ансамбль Маркелова Голоса, но и солисты филармонии, артисты балета и исполнители на этнических инструментах. Давайте поподробнее, пожалуйста, кто эти люди будут, что за коллективы, что включает в себя программа. Ну, программа, собственно, основана на нотном тексте балета Шекунтала, который написал Хазрат Инаяд Хан. Это индийский композитор, поэт, философ. Человек, который первым привез индийскую музыку в Россию. Это состоялось в 1913 году. Причем, судьба самого балета очень интересна. Этот балет никогда не был поставлен, собственно, как балет. Исполнялись только небольшие фрагменты из него. Более того, исполнялись они не в оркестровке самого Инаяд Хана, который просто ее не сделал. Инаяд Хан не очень, как я понимаю, владел европейской системой нотной записи. И за Инаяд Хана номера из балета записал Сергей Львович Толстой. Это сын Льва Николаевича Толстого, тоже композитор, философ, человек, который серьезно увлекся суфийскими идеями, как раз под влиянием встречи с Инаяд Ханом. И вот, собственно, от этого балета сохранились только 16 нотных номеров, довольно коротких. В 2014 году, ровно через 100 лет, после предполагаемой постановки балета Шакунтала в России, которая не состоялась, мы исполнили этот балет, музыку к этому балету, в моей авторской версии. Это, получается, четвертый уже будет проект? Почему четвертый? Потому что... А, второй. Второй. Я просто думала, вы каждый год это делаете. Ну, если бы такая роскошь нам могла быть предоставлена, наверное, мы каждый год бы это делали. Нет, мы показываем этот балет второй раз, но это уже вторая редакция, потому что сейчас возникла идея соединить эти номера и сделать так, чтобы музыка балета представляла собой, ну, скажем так, более традиционное для западного уха балетное действие. Да, когда есть два акта, например, и они идут непрерывно, то есть это не просто отдельные номера, а непрерывные два акта, где номера, написанные Иной Атханом, соединены связками. Отлично. Давайте послушаем музыкальную иллюстрацию. Окунемся в атмосферу. Это танец с кинжалами, это оттуда, да? Это оттуда, это, собственно, запись концерта 2014 года с премьерой. У нас в гостях Роман Столлер, Александр Казанцев и Денис Казанцев. Еще раз доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждаем программу, которая 12 мая будет открыта снова, спустя 4 года, Шакунтала. Это называется программа, только что вы услышали как раз фрагмент 2014 года концерта. Итак, уже немножечко рассказали об этом балете, об этом произведении нам. И хотелось бы еще поподробнее все-таки про ту его интерпретацию, которую мы увидим 12 мая. Что за коллективы будут участвовать? Ну, на самом деле большой очень состав. Это прежде всего хоровой ансамбль Маркеловой голоса под управлением Игоря Чувалаева. Он выступит как раз в качестве дирижера всего балета. Это струнный квинтет, где участвуют наши известные музыканты. Это и Станислав Овчинников, виолончелист, который является неотъемлемой частью квартета филармоника. И, собственно, это человек, по инициативе которого и началась вся эта история с показом Шакунтала на новосибирской сцене. Это и Катя Черевизова, которая играет в Street Fiddlers. Это Дмитрий Ржаницын, который играет здесь на индийских этнических ударных, на табло и на дунбеке. И это Наталья Богинская, известная органистка, преподаватель новосибирской консерватории. Ваш покорный слуга будет на сцене играть на фортепиано и на флейте. В общем, как видите, состав достаточно большой. Слушайте, вы собрали людей совершенно из разных коллективов и даже одиночек. Каково это? В этом и прелесть проекта, что это идет инициатива артистов. И я как менеджер коллектива, мне приятно смотреть, насколько люди заражены этим. И что есть отклик зрительский. А также хочется выразить благодарность руководству филармонии, которое позволяет такие эксперименты проводить на сцене. Концерт, кстати, пройдет в камерном зале филармонии. Друзья, приходите. Это будет в субботу. Завтра. Сначала в 6 часов. Почему 4 года назад родилась идея именно вот это произведение воплотить в жизнь? Почему и индийских мотивов захотелось? Здесь не столько дело в индийских мотивах. Дело в том, что в 1914 году... Столетие было. Да, во-первых, было столетие. Но столетие чего? Столетие несостоявшегося постановки балета. А балет Инаяд Хан хотел именно в 1914 году воплотить в жизнь, поставить его на русской сцене, именно потому, что он считал, что эта музыка может предотвратить войну. А тогда было предвоенное время. Это было время накануне Первой мировой войны. Но, к сожалению, балет не состоялся. А война состоялась. А война, увы, состоялась. И я помню, накануне, собственно, постановки... Не постановки, а концертного исполнения. Это же не постановка все-таки, это концертная версия балета. Накануне премьеры концертной версии балета мы тоже говорили о том, что вот в это тревожное время, возможно, музыка Инаяд Хана сыграет все-таки свою вот такую вот миротворческую роль. И сейчас мы снова надеемся, что эта музыка как-то примирит людей. Потому что в этом состояла идея Инаяд Хана. Примирение Запада и Востока, примирение противоборствующих конфликтующих сторон и призыв к властям. Инаяд Хан, кстати говоря, интерпретировал очень интересно историю Шакунтала, потому что Шакунтала это древний индийский миф. Я хотел спросить, что это значит в переводе. Шакунтала это имя девушки, которая вышла замуж за принца. Принц уехал в другую страну и забыл об этой девушке. Забыл о жене? Да, забыл, да. Бывает такое, наверное. Потому что под влиянием проклятия, к сожалению. То есть он был проклят. Не сам. Да, не по собственной инициативе, а из-за конфликта с неким знатным вельмужей, который его проклял. И вот таким образом он забыл о жене. И единственным напоминанием о жене был перстень, который был утерян. Потом он был найден. И в конце концов все, так сказать, закончилось счастливо. Вспомнил, вспомнил. Благодаря этому перстню, да, принц вспомнил о том, что существует Шакунтала, его жена, верная его возлюбленная. Так вот, Инаяд Хан в 1914 году хотел этим балетом показать, что в той же степени, в которой принц из легенды забыл о своей супруге, в той же степени и правитель России забыл о собственном народе. Поэтому он именно в России хотел это сделать, а не где-либо еще. Да, совершенно верно. Вот человек неравнодушный. Как-то все непросто. Абсолютно непросто. То есть за этим скрывается очень глубокая идея. И сейчас, и в 2014 году, когда мы готовили премьеру концертной версии этого балета, и сейчас, когда выпускается вторая концертная версия, мы хотим об этих вещах говорить. Но, собственно, говорим не мы, не столько мы сами по себе, сколько музыка Инаяд Хана говорит через нас в нашем исполнении. Вторая версия, наверное, как-то отличается от первой. Да, я говорил. Если в первой версии были просто разрозненные номера, то во второй версии это все уже соединено связками, и теперь это предстает уже в более, скажем, в балетном виде. Нет, ну композиция это как бы изначальная композиция, да. Просто сейчас это именно балет в двух актах. Это концертная версия именно балета в двух актах, который вполне может быть на сцене и исполнен, если кто-то пожелает поставить, почему нет. Вот я тоже удивляюсь, почему до сих пор никто не рискнул и не сказал, вот я первый сделаю из этого балет. Ну, возможно, мы до этого дойдем, потому что, видите, мы такими небольшими шагами движемся, наверное, я очень надеюсь, к постановке этого балета. Насколько актуально вот такой жанр сегодня, и насколько он собирает ли он, он шла к четыре года назад, много было ценить элит подобного? Достаточно много, мы собрали полный зал. Вы принесли еще одно произведение, я так понимаю, оно не относится никаким образом. Будет еще одна премьера, 6 июня, расскажите об этом. Об этом Денис, наверное. Называется он Ханумани Горюй, в котором принимают участие у нас также артисты приглашенные, музыканты приглашенные, помимо ансамбля Маркелова Голоса, в том числе и вот артист Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Денис Казанцев. Да, вы знаете, здравствуйте еще раз. Мне вообще очень приятно, что я в свое время, совсем недавно связался с этим коллективом Маркелова Голоса, благодаря Игорю Борисовичу Тюваеву, который меня позвал сначала на небольшое соучастие, и в итоге вот совсем скоро, через месяц, состоится премьера еще одного проекта с моим участием. И я очень рад работе с этим коллективом, потому что это безумно талантливые ребята, я очень хочу это сказать, я хочу сказать, чтобы об этом услышать как можно больше людей. Это очень талантливые люди, я хочу, чтобы на них ходили, их смотрели и получали удовольствие. И вот очередной проект, который называется «Ханума не горюй». Это в лучших традициях, собственно, вот этого коллектива Маркелова Голоса, где прозвучат, собственно, хиты различных фильмов, спектаклей, где присутствует грузинский мотив. Это «Ханума», всем известное произведение театральное, это фильм «Есть такой не горюй», есть фильм «Мимино», если вы помните. И вот отовсюду понемножку самое лучшее было вплетено в эту программу, вот эти грузинские песни, вот эти грузинские традиции, тосты, истории, трогательные до слез. Вы будете рассказывать истории. Да, и я присутствую в этом проекте, петь так, как Маркеловы Голоса, я никогда не сумею, поэтому я сказитель, рассказчик, может быть, тамада, в общем, человек, который стоит сбоку, с удовольствием это служит вместе со зрителем и что-то еще вещает интересное. Давайте послушаем кусочек. Да. Это были Маркеловы Голоса у нас в эфире, к сожалению, не вживую на этот раз, но ничего, будет повод встретиться еще. Приходите, еще раз мы вас приглашаем завтра, 12 мая, на премьеру «Шакунталы», 6 июня на премьеру «Ханумани Горюй». У нас в гостях были сегодня Роман Столлер, Александр и Денис Казанцев. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до встречи. До свидания. Да, мы тоже прощаемся со всеми. До понедельника. Доловаева Настя, Александр Часовитин, Наша Виолетта. Всем добрых и позитивных выходных. Живите интересно. Пока-пока.